Всем привет, ребята! Мы вновь очутились в игре Спор. И сегодня у нас знаменательный день. Мы полетим с вами и с нашими миньончиками в космос! Прикиньте, какой масштаб! Я сам в шоке. Ну что ж, давайте перейдем, наконец, на этот этап. Космический. Жмем сюда. Кульминацией развития ваших подопечных является выход цивилизации в космос. Ну а я о чем говорю? Что происходит? Где мой космодром? Опачки-опачки, начинается строение ракеты. Миньончики заходят в ракету. Ух ты ж, нифига себе. Что за развалюха? А, это типа инженерная какая-то будка, где они сооружают ракету. Космос, ребята! Космос, космос! Сейчас мы будем покорять галактику. Так, давайте готовенькой выберем, потому что самому мастерить это полный будет... Ох, 2604 корабля! Ой, батюшки, сколько много-то! Так, чего выбрать-то? Хм, адамант, акула. Здесь есть галочка такая, здесь написано жуткие и милые. Давайте выберем вот так. Нет, это нам не помогает. То есть жутких и милых кораблей нет, хотя вот эта вот дымная ракета довольно милая. Жалоносец! Вах, сколько здесь кораблей-то, блин! Чё вы... О, вот это, наверное, Сиятель. Он больше подходит для миньонов, да? Или вот этот вот. Ну-ка, давайте посмотрим поближе. Ух ты ж, нифига себе, вот это кораблик. Ну, чё-то как-то он не очень выглядит. Хотя для миньонов, в принципе, он должен подойти. Давайте посмотрим другой. Ну, знаете, он такой, ну, интересный, но необычный в то же время. Нет, надо чё-нибудь другое посмотреть. Волшебный шар, ребят. Смотрите, какой здоровый. Он прям, наверное, с целую планету. Но он и такой крутой, забавный одновременно. Пузанище! Это не волшебный шар, а пузанище. Ладно, давайте посмотрим ещё что-нибудь. Во, ребят! Та приберия! Вот это будет мой корабль. Короче, я остановился на нём. Он, конечно, выглядит не так уж и шибко сиалинно, как первые два, но довольно неплохо. Так что, берём его. Властелин галактики! Дали ачивку. Миньончики заканчивают строительство ракеты. Ретивый шаман? Это как? Обычки! Ну что, миньончики, добрались всё-таки до космоса, да? Это было долго. Ура! Вы создали космический корабль и можете отправиться в космическое путешествие. Да здравствует небо, космос, вселенная! Хотя для начала неплохо бы научиться управлять этой штукой. Это верно. Давайте разбираться, как нашим кораблём управлять. Это видеокоммуникатор. Он позволяет общаться с жителями планеты. Ну, это мы уже знаем. Что-то подобное было на этапе цивилизации. Космонавт! Дали ачивочку. Так, подождите. Нам уже тут сообщение кто-то прислал. Империя Дикий Миньон. Ну, давайте связаться. Поздравляем, котят. Отличной получился корабль. Мы вносим последние штрихи, но времени остаётся очень мало. Тебе раньше доводилось управлять космическим кораблём? Не? Хм, ну что ж. Что может быть лучше пробного полёта на глазах твоих сородичей? Докажи, что ты лучший пилот, Дикий Миньон. С планеты Вадик. Ха-ха-ха. Планета Вадик. Ладно, там ещё таракана, да, животное назвать Вадик. Но планету Вадик назвать, это просто крышеснос. Ну, что скажешь? Хочешь, чтобы тебя звали капитаном? Конечно, хочу. Ок, я в деле. Вот это да. Каждый город на планете Вадик соорудил в честь твоего первого космического полёта гигантскую сферу. Серьёзно. Это надо видеть. Пролети на корабле вокруг планеты, стараясь попасть в кольцо, сооружённое в семи городах, и разбить их. Затем ты получишь дальнейшие инструкции. Удачи! И постарайся не поторопать корабль. Я скоро вернусь, давай пока. Так, мне как бы... Ой-ой-ой, подождите. Я хочу управлять не мышкой, а клавиатурой. Так, кольцо один я вижу. Блин, что придётся всё-таки управлять? О! Блин, я, если честно, давненько не летал на космических кораблях. Короче, ролик вниз, это поднять корабль. Ролик вверх, это, короче, опустить корабль. Ясно. Можно управлять, конечно же, кнопками. Можно управлять мышкой. Вот так вот, щёлкать просто. Оу, нифига себе, какие я виражи умею крутить. Я вверх дном, блин, летаю. Круто. Опустим наш корабль. Развернёмся. И полетели по этим кольцам. Блин, как необычно-то, а! С земли сразу в космос. Так, слетим в следующий. Следующее колечко где у нас? А вот оно, колечко, вижу. Оно уже повыше. Подожди, назад, назад, заднюю передачу. Тереть сюда, отлетим. Да шо ж такое-то? Блин, жалко, от первого лица нельзя управлять, а? Ага. Во, пошла жара. Всё. Возвращаемся, возвращаемся на базу. Оу, нифига себе, кажется, я поцарапал об эту кочергу. Свой кораблик чуть-чуть. Ну ладно, мои миньончики его золотают. Тут у нас империя на связи, выходим. Хорошая работа, кадет. Такими темпами ты скоро станешь капитаном. А я чего хочу? А что мне делать дальше? Запись в споропедии об одном из видов животных оказались повреждены. И одновременно у самого вида появились странные симптомы. Просканируй этих животных, чтобы мы смогли узнать о них побольше. Ок, я в деле, погнали. Ну что ж, полетели искать этого животного. Где он тут? Подожди, назад, кажется, нужно. Где-то здесь, где-то здесь, да? Что, в речке, что ли, спрятался? А, вот он носится. Оу, нифига себе. Такое ощущение, что у него там это... Понос! Поносишь, дружище, да? Ну давай, схватим его. Подожди, сканируй, сканируй его. Ах, он еще и убегает. Все, мы его отсканировали. И тут сразу империя моя вышла на связь. Отлично, наши ученые готовы проанализировать полученные данные. Ну хорошо, а мне-то что дальше делать? Мам, дорогая, тебе удалось добыть очень ценную информацию. Теперь нам ясно, что этот вид подлежит дальнейшему изучению. Твой корабль теперь оснащен лучом притяжения. Использует этот инструмент, чтобы подобрать нужное существо и доставить его нам. Ух, сейчас будем транспортировать животное. Вот, грави-пушка, я вижу. Точнее, грави-луч. Включаем его. И поехали вот к этому, который у нас тут поносит. Воу-воу-воу! Как я много схватил! Сразу двух! Ладно, и давай я тебя. А, прикольно. Ой! Кажется, я уронил одно животное. Блин, дружище, ты что? Блин, да я... А, это случайно вышло, я так и не хотел. Ладно. Имперцы вышли на связь. Похоже, тебе удалось привезти подходящее существо. А теперь помести его в один из наших городов. Выбери товар, который хочешь выгрузить на панели товаров и отпусти в один из городов. Сделай это аккуратно, иначе тебе придется искать новое существо и устранять тот беспорядок, который ты наведешь. Ясно. Так. А, подождите, я еще могу одного? Па! Я, короче, не тех схватил. Мне нужно было больных взять. Так, у тебя по носу еще, да? Подожди. Фух. Этого, слава богу, схватил нормально. Не выпал у меня. Летим в город. Чуваки! Воу-воу-воу, тут армейцы у меня. В общем, я в военную поликлинику привез. Мои образцы. Держите. Воу! Я думал, он вывалился, но вроде я неплохо его так сюда посадил. Он там пошел осваиваться. Что-то сидит, дрыхнет там. Ладно, давайте больных высадим. Вот этого мне надо высадить, и вот этого. Высаживаем. Все, двух высадил. Имперцы. Неплохая работа, дядь. Тебе удалось доставить нам прекрасный экземпляр для изучения. Мы всегда говорили, семь раз отмеряй, один раз похить. Ха, нормальная поговорка. Оказалось, что привезенное тобой существо заражено вирусом, способным распространяться с огромной скоростью. Оно несет угрозу для всей нашей экосистемы. Конечно, хотелось бы решить эту проблему гуманно. Мы оборудовали твой корабль высокоточным мини-лазером, который позволит тебе уничтожить зараженных существ, не задев при этом здоровых. Ну, отлично. Ну что ж, полетели. Выбираем лазер. Мини-лазер. Готов. Теперь нужно найти зараженных существ. Радар у меня включен. Поехали искать. Ой, кажется, я в кусты деревья залетел. Подождите, где-где-где-где-то рядом? Где-то рядом с моим городом ходят они. Где-то здесь. Ага, вот они. Переключаемся на луч. Тадах! Есть, готово. Вот так вот. Здоровых не задел. Отличная работа. А, подождите, есть еще зараженные? Ладно, полетели. Один одинешенка тут. Вот. Хорошо. Как раз тут какие-то воробушки бегали. Защитил их от вируса. Дальше. Ух ты ж нифига, сколько вас здесь, а? Да, зараженных-то. Раз. Сейчас я всех тут. Два. Три. Четыре. Пять. Неплохо сработано. Ты нам нравишь и заслуживаешь уважения своих сородичей по планете. А я разве типа не царь? Мы хотим видеть тебя пилотом этого корабля. Именно ты возглавишь исследование галактики и поведешь нас навстречу славе. Ты заслуживаешь звания, капитан. Наши ученые разработали для твоего корабля специальный двигатель для полетов на другие планеты. Но сначала его надо установить, капитан. Звучит заманчиво. Давай устанавливай. Что произошло? Это мне, наверное, двигатель установили, да? Поздравляем, вы получили значок отличия и звание капитана. Хо-хо-хо. Я теперь царь-капитан, ё-моё. Окейушки. Ну что ж, полетели в космос. Посмотрим, что нас там ждёт. Опачки, поднимаемся выше, выше, выше. Ух, какая солнечная система. Планета Вадик, мы покидаем тебя. Брух. Как тут, блин, слушайте, вот этот масштаб, да? Только я всего одну планету пока что вижу. Вон здесь метеориты летают. Лунова. Эхэш. Слушайте, так получается планета, кстати, много. Но самая большая здесь, это вот эта Тан. Я хочу на неё слетать. Полетели на неё? Она такая огромная, просто капец. А вот, кстати, кораблики какие-то... А, это комета, это комета, это не кораблики. Ну что ж, мы прилетели на планету Тан. Не приближайтесь к газовому гиганту, это слишком опасно. А прикиньте, я на него не могу приземлиться. Видимо, он настолько опасен, что мои системы защиты мне не позволяют это сделать. Ладно, полетели на планету Хэш. Где эта планетка? Вот она, Хэш. Ну что ж, приземляемся на неё. Кстати, она очень какая-то странная. Хопачки. Приземлились. Что-то странное на радаре. Что происходит? Ох, корабль разбился. Чей корабль? Сигнал поступает с потерпевшего крушения космического корабля. Отправляйся на место падения и воспользуйтесь сканером, чтобы исследовать местность. Окей, всё, надо... Вдруг там живой кто? Надо срочно помочь ему. Хотя там были какие-то кости. Радар, веди меня. Так, вот он кораблик. Нужно исследовать. Сперва нужно переключиться на сканер. Переключаемся. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё там? Здесь, наверное, типа сос или хелп написано было. Инопланетяне! Но никаких признаков жизни. Похоже, перед смертью они оставили какую-то карту. Стойте! В результате крушения произошёл запуск притягивающего луча. Что-то попало к нам на борт. Что попало? Ну, показывайте уже, чё попало. Ой, батюшки! Надеюсь, там ничего опасного. Управляемые ракеты имеют звёздный двигатель. В двигатель встроена система определения координат. Повреждения, полученные в результате военного столкновения. Возможно, этот корабль был послан с другой планеты для оказания помощи своему союзнику. Ммм, вот это дела. Кстати, у нас появилась малая протонная ракета. Это вот то, что мы сейчас подобрали. Ничего себе! Нужно просканировать здесь всю землю. Мало ли, может, ещё чего. Валяется. Да не, вроде ничего нет. Слушайте, ну эта планета вроде как необитаема. Я здесь вообще никого не вижу. Никакой жизни. В общем, облетел эту планету вдоль и поперёк, но ничего не нашёл. Уходим отсюда. У меня новое задание. Нужно покинуть звёздную систему. Сейчас мы это попробуем сделать. Опачки, нифига себе. Координаты, сохранившиеся в блоке памяти корабля, который был разбитый, который мы только что вот нашли с вами, соответствуют соседней планете. Возможно, эта планета является родной этих существ. И им всё ещё нужна помощь. Ну что ж, давайте посмотрим. Летим на эту планету. Звёздная система Птионереза. Ну и название. Летим сюда. Опускаемся. Вот. Вот здесь у нас планета Майлон. Ну давайте заглянем в эту планету. Может там живность какая есть? Опачки. Радар чё-то зафиксировал. Что-то странное на радаре. Так. Ооо, поселение. Вы посмотрите, это поселение. Правда, оно разрушенное какое-то. Слишком поздно. Эти руины. Всё, что осталось от колоний инопланетян. Сканирование местности, возможно, поможет нам понять, что здесь произошло. Поехали, просканируем. Обидно. Обидно, конечно, что мы не успели. Блин. Такой город был, наверное, крутой. Опачки. А тут животные, кстати, есть. Нифига себе. Вон там и цепангеры наши. На этой планете есть цепангеры? Да ладно вам. Я думал, это мои существа, которые обитают только на моей планете. Подождите, подождите, подождите. Блин, я хотел гравилуч использовать, чтобы цепангеров этих собрать. Ну, здешних. А мне пишут, не может быть использован гравилуч в этой системе. Обидно. Просканируем хотя бы останки города. Где наш сканер? Сканер. Так. Что-то получили, что-то забрали. Сканирование не дало результатов. Хотя, кажется, мы обнаружили какие-то признаки жизни. Радар фиксирует какую-то активность. Ну, как бы планета-то живая. О, почти. Еще один инопланетный корабль. Сканирование запустило систему обороны этой колонии. Эти роботы не выглядят дружелюбно. Постойте-ка. Нам пришло сообщение. Что там пришло? Тревога. Вторжение Гроксов. Уничтожить захватчиков. Гроксы? Задействован код самозащиты. Грокс 999. Захватчики будут уничтожены. Мы не Гроксы, вы чё? Внимание. Все корабли Гроксов, вторгшиеся на нашу территорию, будут уничтожены. Последний раз повторяю. Мы не Гроксы. Капец. Кажись, сейчас будет капец, капец. Ой-ой-ой. Сколько здесь кораблей. Вы чё, 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 ребята? О-о-о-о. Где мы, ракеты? Ракеты быстро. Атаковать. Защитный бот. Там вроде нет людей. Это просто боты. Фух. С ботомерой забрались. Капец. Как их так запрограммировали, что они нас напали? Давайте-ка полетаем по этой планете. Посмотрим, может здесь какие-нибудь артефакты есть. Ещё раз город хочу просканировать. Вроде ничего интересного. А знаете чего? Я же могу сканировать других существ. Так, это Текс. Пойдёмте попробуем наших цепангеров просканировать. Здешних. Вот они. Кто это такой? Это цепангер, созданный мной. Причём на другой планете. Видимо, его украли инопланетные существа и привезли их сюда. Скорее всего, так по-другому никак не может быть. Причём, знаете, на этой планете только, по-моему, два вида животных. Вы посмотрите. А, вот ещё третий нашёлся. Вот он. Гурацио. Здесь только Гурацио, цепангер и вот эти вот голубые коровы. Не помню их название. Ладно. Я здесь ничего не обнаружил. К тому же у меня гравитационный луч не работает. Поэтому уходим отсюда.